Из книги «Открытым оком» 17-й том, тема Лапкин книги, вопрос 3114. «Если у вас такая маленькая пенсия, то разве нельзя пересмотреть это в властных структурах через знакомых и изменить ее?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Пенсию назначает пенсионный фонд. Телефон 379-51, в круглых скобках 4. А не по знакомству структуры иные. Я обращался с подачей знакомых из краевой администрации по совету юристов, чтобы мне помогла прокуратура. Был на приеме у зампрокурора Края Костенко ДА. Телефон 24-04-06. И подал ему заявление, а там уж как Бог откроет. Прошу оказать мне помощь советом и защитой от произвола гражданских и военных властей. Успешно окончив среднюю школу и строительный техникум, работал в органах МВД прорабом, откуда и был призван в армию. Служил в ракетных частях и в морском флоте. В армии заметили, что я стал молиться. Я был помещен в психиатрическую больницу. 26 лет меня преследовали за религиозные убеждения через психиатрию. Куда бы я ни поступил учиться или работать, меня выгоняли через короткое время, узнав, что я верующий. Меня гнали по социальной лестнице все ниже и ниже. Потому и пришлось работать урывками. И то на самых низкооплачиваемых работах. Несмотря на это, у меня все же 35 лет трудового стажа по трудовой книжке. Несколько раз я был привлечен к уголовной ответственности по статье 190-1 УК РСФСР за распространение религиозной литературы. Когда я освободился в 1987 году, то меня вообще нигде не стали принимать на работу. Так что капитан милиции ВНСЕ из железнодорожного ВВД сам ходил со мной по городу. И мы в один день однажды вошли в 18 предприятий. Но это окончилось ничем. Так как органы КГБ в кавычках зашторили мне выход на работу, чтобы можно было судить за тунеядство. Тогда знакомый замначальника милиции железнодорожного ВВД Власов ВС, ныне в аппарате полпреда по Алтайскому краю, принял меня на работу в железнодорожный отдел вне ведомственной охраны, откуда я и ушел на пенсию. Заработок у меня был там минимальный 72 рубля в месяц. Соответственно, и пенсия у меня ныне 1330 рублей. 1330 рублей. Я был полностью реабилитирован 4 января 1992 года. Государство через КГБ изломало всю мою жизнь за мои религиозные убеждения и ныне продолжает добивать меня тем, что дает мне лишь жалкие крошки со стола к богачей. Судья, судивший верующего, получает в месяц пенсию 33 тысячи рублей. Как я могу прожить на свою пенсию, ибо я не получаю никаких субсидий, никаких льгот, если за телефон, электричество и топливо плачу по полной цене? На содержание квартиры уходит до 1500 рублей в месяц. Разве это по совести, что мне не дали работать по специальности в продолжении всей жизни? Не позволили мне обеспечить свою старость? Почему бы не начислить мне пенсию по размеру оклада прораба, когда меня еще не преследовали в 1559 году? 24 декабря 2004 года мой дом и имущество сожгли лиходеи. Помогите восстановить справедливость и начислить мне, как ограбленному государством, достойную пенсию. Лапкин Игнатий Тихонович, 24 апреля 2006 года. Исайя 5,8 Горе вам, прибавляющий дом к дому, присоединяющий поле к полю так, что другим не остается места, как будто вы одни поселены на земле. Михея 3,3 Едите плоть народа моего, издираете с них кожу их, а кости их ломаете и дробите как бы в горшок, и плоть как бы в котел. Тела без позвоночников медузы, как трудно остов главный сохранить, с рождения до звонка потребность гнуться, и бесхребетный будут хоронить на двух ногах, а и не на четвереньках. Еще в раю Адам отобразился. Потом пошло как будто помаленьку, послушался жены, лишился не мизинца, уступку за уступкой, тысячелетия ступки, нуждой, погодой, бедами молотят, толк нервов, позвоночник станет хрупким. Когда же хватишься, да не укусишь локоть, уже согнуло даже в три погибели. В дугу заезжая кляча под бичами, смиренного легко зверем обидели. Все бесхребетное в утробе одичало, стань прямо, распрями сагбенный стан, великовозрастной привычкой не кичить. Христос есть столб для верных христиан, и Он воистину есть путь и истина и жизнь. Спасение тогда недалеко от нас, Святая Библия поставит цель основу. В таком светильник веры не погас, Свято-отеческое праве с высшим словом. Мы платим ежедневно за прямохождение, То деморой, то грыжа между позвонков. Посильно взять об этом пародеем. Лечение, купунтурное, хождение босиком. Храните позвоночник, епископов не бойтесь, Не гнитесь в уже смирении пред тупостью монахов. Дрожание за утробу переломает кости, Не уступите истину, не бойтесь сложных страхов. Пусть гордым обзовут слепые мезгири, Их мнение лишь комарин и писк земля, И все на ней вот-вот уже сгорит. Тогда горбатым всем предъявлен будет иск. 19 апреля 2006 года Игнатий Лапкин